Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня у нас с вами такое двойное видео. Во-первых, мы рассматриваем подготовку виноматериалов для в дальнейшем производства игристого вина. Да, мы замахиваемся на эту технологию, но посмотрим, что мы сможем реализовать в домашних условиях. Вторая часть будет посвящена термообработке винограда. Это термообработке как защите от окисления, как работе с не очень хорошим виноградом в случае, если он подгнил. В дальнейшем мы, может быть, поговорим еще в каком-то ролике отдельно про термовинификацию, но сейчас мы берем определенную ее часть и будем это применять на практике. Итак, начинаем. Классическая технология шампанизации состоит, скажем так, из двух этапов. Первый этап это приготовление виноматериала. И второй этап это уже вторичное брожение, непосредственно шампанизация. Сейчас мы начинаем с первого этапа. Второй этап, если у нас получится, мы сделаем в этом сезоне. Если не получится, может быть, перенесем на следующий. Итак, начинаем. Значит, классический способ получения игристых вин шампанских делится, ну, скажем так, на два основных этапа. Мы не будем затрагивать сейчас какие-то тонкие моменты. Мы берем основное. Это подготовка виноматериала и дальнейшее уже вторичное брожение шампанизации. Вот это вот подготовка виноматериала. Почему я говорю о ней сейчас и выделяю это в отдельное видео? Потому что виноград у нас должен быть определенной сахаристости. Мы не можем сейчас достать из подвала любую бутылку нашего вина и попробовать ее шампанизировать. Конечно, можно попробовать, но мы все-таки будем приближаться больше к классической технологии. Нам нужен виноград с сахаристостью 17-19. Если у нас виноград мускатный, мускаты могут накапливать очень большое количество сахара. Но оптимальное количество ароматических веществ, те, которые так ценятся в мускатных сортах, будут при уровне сахара 22-23. Итого 17-19 для обычных сортов, 22-23 для мускатных. Дальше, какие сорта винограда мы можем использовать? Конечно, те, которые у нас есть, те, которые растут на нашем участке. Но здесь, например, если кто-то делает вино из столовых сортов, я бы все-таки не рекомендовала. Лучше брать сорта более специализированные. По цвету, это могут быть как светлый виноград, так и темный. И по технологии мы можем делать все по белой технологии, можем делать по красной. Но я отступаю немножечко от технологии. И я буду делать материал из белого сорта винограда. Я беру свой любимый реформ для этого эксперимента. Но буду его готовить по красной технологии. Кое-что я буду нарушать и отступать от классики. Но при этом я вам буду пояснять, какие этапы и как можно пройти. Теперь мы плавно переходим ко второй теме нашего видео. Это защита сусла от окисления. Я думаю, что многие слышали, что белые сорта в красных. Дело в том, что есть танины, которые защищают сусла от окисления. В белых сортах они тоже есть. Но если мы делаем по классической белой технологии, фактически эти танины не попадают. И белые сусла подвержены окислению. Ну, чтобы вы понимали, что это такое, когда наши суслы из такого светло-желтенького становятся вот таким коричневатом. Может прямо вот такая коричневая-коричневая пленка быть. Яблочный сок, если вы отжимали его. Сначала он отжимается зелененький, потом он становится таким коричневым. На самом деле, вот с этим сортом, с реформом, я работаю уже несколько лет. Я прекрасно знала, как он себя ведет. И знаю, что вот эта вот рыжая штука на начальном этапе, которая кажется такой страшной, потом она светлеет. У нас получается прекрасное, без посторонних тонов, красивое светленькое вино. Ну, а сегодня я хочу немножко поэкспериментировать. Это раз. Второе. Эта технология, которую я буду сегодня показывать, она очень хорошо в случае, если у вас есть подгнивший виноград. Почему? В винограде есть свои окислительные ферменты. Действия их мы видим. Если же у нас попадается гниль в винограде, вы не хотите перебирать, там сидеть долго, или виноград сильно поражен гнилью, ну, мало ли, всякое бывает, то вот эта самая гниль, у нее есть еще свой окислительный фермент. И в таком случае сусло будет еще более подвержено вот этому окислению, что не очень хорошо. Тем более, что я собираюсь в дальнейшем все-таки пустить это на игристое вино, на очень классное вино, поэтому мне вот этого надо избежать. И еще один момент, который вот я сегодня буду показывать, я экспериментирую с белым виноградом, можно то же самое делать с красным виноградом. Значит, то действие, которое мы сейчас будем делать, нам нужно для чего? Это защита от окисления, раз. Это, скажем так, очистка винограда, особенно если там какие-то плесени гнили, это два. Это получение более интенсивной окраски, если у нас красные сорта, это три. Это получение более ароматических, более гармонично сложенных вин. Это четыре. То есть мы получаем много-много всего благодаря вот этому действию. Ну, я вам покажу. Конечно, технология, с одной стороны, достаточно трудоемкая, но с другой стороны, может быть, овчинкой стоит выделки. Корзинка с реформом. Все это у меня собрано с одного куста и даже с одного рукава, потому что реформа с этого места будет убираться, переносится в другое место, и я сажу два куста. Уж очень я люблю этот сорт. Дальше мне понадобится кастрюлька с кипящей водой. Вот там водичка сейчас закипает. Вот друшлаг, и еще я положила чистая хлопковая ткань. Когда у нас немножко грозди полежат в друшлаге, я их буду выбирать на эту ткань, чтобы лишняя вода уходила. Итак, пока вода закипает, напоминаю, что вот эту тепловую обработку, которую я сейчас показываю, она может отстоять абсолютно отдельно от шампанских виноматериалов. Раз. У этой технологии есть три варианта. Один из инологов, по-моему, в 1965 году описывал технологию, когда он обмакивал грозди винограда в кипящее сусло, при этом потом сбраживалось отдельно. То есть те ягоды, которые прошли термообработку отдельно, то сусло, которое кипело отдельно. Второй вариант – это обработка горячим паром. Ну, горячим паром, конечно, сейчас в быту у нас есть такие кастрюльки, куда ставится такой металлический друшлаг. Снизу кипит водичка, мы можем туда закладывать эти грозди, они под паром побыли, доставать. Ну, например, замерить какую-то температуру, то есть в идеале, чтобы шкурка нагревалась до 80 градусов, но мне кажется, что довольно сложновато, хотя есть желание, думаю, можно пробовать. В промышленности есть специальные установки. И третий вариант – это когда мы будем целые грозди окунать в кипящую воду. Я выбираю третий вариант, как наиболее простой для реализации в домашних условиях. Водичка закипела, теперь мы берем гроздь винограда и окунаем. Вот окунули, чтобы все ягодки окунулись. Держать долго ничего не надо. Достали, в друшлаг положили. Берем следующую. Окунули, достали, в друшлаг положили, пусть стекает. Значит, наша задача – в шкурке нагреваются все вещества, фермент разрушается, при этом до центральной части ничего не доходит. Я вам видео про термолинификацию отдельно сделаю. Там я расскажу, чем опасен полный нагрев, какие могут быть некоторые негативные последствия. Поскольку грозди прохладные, где-то водичка может переставать кипеть, но это ничего страшного. Сейчас, пока она докипит дальше, эти гроздочки у меня чуть обтекли. Заметьте, они не сильно мокрые. Сейчас приближу. Ничего тут глобально такого, правда, света так отражается, ничего глобально не течет. И, как я говорила, вот там у меня, на заднем плане, уже тут неудобно со штативом, чистая хлопковая ткань, на которую я выкладываю гроздочки, чтобы они отдали вот эту самую лишнюю воду. И, видите, раз ягодка холодненькая, то приходится ждать, пока водичка снова закипит. Вот опять закипела, и мы погнали дальше. Раз-раз окунули. Но, если неудобно, возьмите какой-нибудь крючочек, я уже ручками буду. Раз-раз. Если где-то ягодки трескаются, ничего страшного. Кстати, смотрите, как вариант, удобно все грозди с коротким хвостиком, вилкой. Смотрите, подцепили гроздь, окунули одной стороной, второй и достали. и не надо жарить руки. Жаль, что я раньше не догадалась. Я все сделала. Итого на обработку всей вот этой корзинки, с учетом съемки, с учетом того, что он показывал, у меня вода останавливалась, кипение. Но это дачный газ, баллоны. Понятно, что тут сильно не покипишь. С учетом всего, вот у меня ушло 17 минут всего лишь. То есть не так уж это и трудоемко. Что с этой красотой делаем теперь? Итак, теперь мы винифицируем либо по белому способу, либо по красному. Если мы винифицируем по белому способу, у нас два варианта. Мы можем отпрессовать прямо с грибнями. Это один из лучших способов отпрессовки и наиболее легко осветляемое сусло получается. Либо мы можем ягодки обобрать, подробить и отпрессовать тогда. Какой из этих вариантов применять, вы смотрите сами. После этого вы ставите сусло на несколько часов, можно 8-10 в прохладное место отстояться. Мякоть, муть выпадает вниз. Вы сверху как бы сливаете с осадкой, ставите на брожение. По дрожжам скажу чуть позже, буквально через пару минут. Я, несмотря на то, что у меня это белый виноград, я все равно хочу делать по красному способу. И в данном случае мне надо отделить виноград от грибней. Я беру наши гроздочки и для тех, кто думает, что ягоды все сварились и это как-то все тут будет каша, ничего не каша. Вот я беру ягодки. Они отделяются, даже те, которые треснутые. Смотрите, с них ничего такого глобально не течет. Напомню, что здесь, если какая-то гнилая ягодка попадется, конечно, можно ее выбрать. но сама вот эта обработка температуры, она способствует тому, что все эти негативные агенты, они убиваются. Ягоду я обобрала, но, конечно, если у вас есть дробилка с гребнеотделителем, вам вообще классно, у меня такой штуки нет. кстати, вот та ткань, на которую я выкладывала грозди, заметьте, она не сказать, чтобы очень мокрая. Я, честно говоря, когда думала поработать с этой технологией, я думала, что будет очень много воды. Нет, на самом деле воды совсем немного. Итак, теперь, что мы делаем? Теперь нам вот это надо чем-то раздавить, тем, чем есть. Мне проще всего сделать это руками. У вас, если есть какие-то специальные приспособления, тоже очень здорово. В принципе, можно использовать погружной блендер. Погружной блендер кость не бьет. Ну, когда используют уже там дрели и совсем, скажем так, инструмент не приспособленный для пищевого использования, я бы, наверное, не советовала. И немножко отвлечемся от термообработки. Если мы готовим шампанские винно-материалы, если у нас это белый материал, как я уже сказала, отпрессовываем сок, ставим отстаиваться и после ставим на брожение под гидрозатвор. Так, если это у нас мы делаем по-красному, то вот технология такая, как я сейчас вам и показываю. готово. И обратите внимание, что косточка светлая. Я вам в начале видео говорила, что для шампанских виноматериалов нам не нужен большой сахар. Нам нужен сахар в районе 17-19. Я померила, как раз сахар в общем сусле у нас сейчас 17, то есть то, что нужно. Если бы у нас был сильно спелый виноград, сахар выше, косточка была бы коричневой. Итак, виноград раздроблен, теперь мы его ставим на брожение. И тут начинается самое интересное. Мы обрабатывали наш виноград теплом. То есть, по идее, мы должны были все там убить и в такое сусло можно смело вносить чистые культуры дрожжей. У меня есть, помните, я вначале вам показывала вот такую штуку за несколько дней до съемок. Я поставила закваску. Это та же гроздь реформа. Были просто подавлены ягодки, в баночку поставлены, вот оно самопроизвольно забродило. Но научная литература гласит о том, что вот такое сусло прекрасно забраживает самостоятельно, несмотря на то, что изначально оно было стерильное. Все равно туда попадают дрожжи. Из воздуха, из окружающей среды, то есть соблюсти максимальную стерильность невозможно. Но давайте говорить о том, что если например у нас винзавод, то там действительно очень много различного виноматериала вокруг, поэтому дрожжей много. У нас если мы делаем вино раз в год или вообще может быть мы делаем первый раз, то дрожжей у нас может быть они все равно будут, но их будет мало. Поэтому лучше сделать закваску либо использовать чистые культуры. Как я отношусь к чистым культурам и какие выбрать под видео нажав кнопку еще будет ссылка. Значит я вношу свою закваску, но я хочу проверить в итоге все-таки вот это сусло забродит оно само по себе или нет. Поэтому я немножечко отолью в стаканчик и на несколько дней поставлю, а потом вам покажу что из этого вышло. Я думаю что столько будет достаточно. А сейчас я беру закваску. Здесь она уже так неплохо побродила. Количество небольшое и этого будет достаточно. Потому что оно забродило дня три назад и как раз это очень активная фаза когда дрожжи активно размножаются. И перемешали. Все, дрожжи мы добавили и теперь у нас вот это все будет бродить. Температура. Будет отдельное видео про температуру чуть позже. Но сейчас скажу так. При термовинификации когда мы использовали температурное воздействие желательно чтобы брожение было не выше чем 26 градусов по Цельсию. Но на самом деле если мы делаем в домашних условиях у нас не всегда есть возможность регулировать температуру. Я у себя оставлю на веранде где более прохладно. меня здесь температура будет колебаться наверное в районе 16-18 градусов. Чем-то сверху накрываем крышку плотную не надо чем-то сверху накрываем какой-нибудь тканью чистую. вот эту я уже не возьму потому что она влажная надо сухой. Чем-то прикрыли через некоторое время у нас начнется брожение. Итак сколько мы держим на мезге на мезге поскольку это у нас шампанские виноматериалы нам не надо чтобы было все очень насыщенно мы держим где-то около 3 дней от начала брожения 2-3 раза в день то есть когда брожение активно начнется у нас в мезге будут шкурки пониматься появится такая шапка мы ее будем перемешивать 2-3 раза в день причем вот так чтобы она утопали эти шкурки в самом сусле после 3-х дней мы с мезги снимаем то есть процеживаем мезгу саму немножко отжимаем но не сильно потому что мы делаем все-таки шампанские материалы там чуть-чуть надо чтобы все это было тоньше если правильно сказать и ставим в стеклянную емкость под гидрозатвор для дображивания дальше все этапы совпадают с этапами приготовления обычного сухого вина более подробный ролик еще будет в ближайшее время кроме того на канале есть прошлогодние ролики я вам ссылку на весь плейлист по виноделию оставлю чтобы вы могли посмотреть ждем приготовления сухого вина материала и уже дальше я вам показываю наше следующее действие как мы будем ставить это на второе брожение большое вам спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки в комментариях пишите свое мнение и задавайте вопросы под видео нажав кнопку еще будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч